Здравствуйте! Сегодня среда, 30 августа. В нашем ежедневнике мы расскажем о важных событиях, резонансных и ярких материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на завтра. С чем конкретно кандидаты идут на губернаторские выборы и какие действия предпримут в том случае, если они победят по итогам голосования 8-10 сентября? Сегодня рассказали представители региональных отделений партии в рамках очередного круглого стола на ПЛНФМ, посвященного предстоящим выборам в Псковской области. Подчеркну, что в рамках сегодняшнего эфира мы не занимаемся агитацией, мы не делаем призывов голосовать за ту или иную партию, за того или иного кандидата. У нас не агитационное время. Мы сегодня обсуждаем предвыборные программы, мы говорим о том, с чем партии идут к избирателю. Ну и также призову всех участников сегодняшнего эфира уважительно относиться друг к другу, участвовать живо в дискуссии, у нас дебаты. Работу в Пскове современного экоцентра по сбору торсырья, в том числе и редкого, обсудили сегодня в рамках программы «Эко-среда» ведущей программы член экспертного совета российского экологического движения Сергей Елизаров и руководитель экоцентра Виктория Посадская. Это была моя, наверное, мечта, идея. Просто было бы классно, если бы у нас в городе было вот такое вот место, где могли бы собираться единомышленники, какое-то вторсырье приносить, какие-то мероприятия проводить, общаться, развиваться и так далее. В ночь с 29 на 30 августа Псковский аэропорт был атакован беспилотниками. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с начала инцидента лично находился на месте. По предварительной информации, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. Авиационные службы сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для самолетов. Подробности в материалах Псковской ленты новостей. В продолжении темы автора Псковской ленты новостей Юлию Магеру удивляют две вещи. Во-первых, регулярные залпы салютов над Псковом во время тотального запрета на запуск пиротехники. Во-вторых, отсутствие ограничений на полеты парапланов на фоне топу на подъем в небо беспилотников. В авторской колонке наш обозреватель называет причины, по которым псковичи продолжают салютовать и обозначают возможные последствия полетов на крыле с мотором. Вариант коронавируса Эйрис в Псковской области не зарегистрирован. Об этом сообщила руководитель Псковского управления Роспотребнадзора Елена Припутенко. Под виды коронавируса меняются. Было и Кракен, и Кентавр. Сейчас говорят об Эрисе. Это более контагиозный потомок штамма Омикрон, способный обходить ранее сформировавшийся иммунитет. К счастью, в регионе в августе стабильно низкий показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Подробности на Псковской ленте новостей. Псковскому горводоканалу исполнилось 89 лет. В юбилейный год водоканал вступает с масштабными проектами. Окончено строительство подземного водозабора. На завершающей стадии строительство резервной нитки водовода и долгожданной станции умягчения воды. Ведется пусконаладка станции дозирования гипохлорита. Псковкирпич вот-вот получит воду из собственного новенького водозабора. Подробности в нашем лонг-риде. Новый мурал с изображением пожарных 19 века появляется в Пскове. Картину наносит на стену дома номер 62 на улице Инженерной. Полотно называется «Выезд Псковской пожарной дружины 19 века» и принадлежит кисти художника Румянцева. На ней можно увидеть, как пожарная дружина проезжает мимо утраченной ныне каланчи. На фоне виднеется храм Николаса Усохи. И о погоде на завтра. В четверг 31 августа днем будет облачно с прояснениями от 19 до 24 градусов тепла. Ночью пасмурно от 17 до 19 градусов со знаком «плюс». Ветер южно-умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ.